ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОП. Ты точно знаешь, кто победит. И снова здравствуйте, уважаемые. С вами студия StarLadder и это StarSeries, североамериканский регион. Вторая карта противостояния TeamNP против Digital Chaos. Это Best of 2, поэтому эта карта в любом случае уже будет решающей. Решается лишь одно. Победа TeamNP или же ничья. И да, ребят, вы не ослышались. Это победа, возможно, для TeamNP на этой карте. Ибо на первой карте довольно печально было на это смотреть. Но если вдруг вам интересно, вы уже можете в любом случае это сделать только в повтор. И все это на нашем YouTube-канале .SLTV. Ну а для вас возвращаюсь я. Меня зовут Мобстер. И мою коллегу Автодистракшн Дарья. Здравствуй, еще раз. Да, доброй ночи, Мобстер. Доброй ночи, зрители. Предыдущую игру действительно стоило бы посмотреть на повторе, отыскать вводы на YouTube. Потому что, несмотря на то, что для DC сложилось все не очень удачно, и TeamNP одержали буквально безоговорочную победу, все это выглядело зрелищно, все это было сделано классно. Это был наивысший сорт дота, так скажем. Поэтому следовало бы ознакомиться. Особенно с геймплеем Ауи 2000, который показал потрясающего на Лондруида. Ну и Данил Энви, всем знакомый нам Алхимик. Он играл именно на Алхимике, один его из сигнатурных центральных героев. Он также на нем выформил все, что нужно, даже в самой печальной ситуации. Ну а, кстати, на самом-то деле Энви довольно часто стартует свою игру в миде. Ему и мешают зачастую. У него вначале всегда проблемы, но потом он может выправить свою игру и выформить все, что предполагается. Ну а тем временем, да, у нас регион Америка, групповая стадия SS3 и, пожалуй, что наилучшие команды взятого региона. Ну, я думаю, возможно, и фавориты в целом, ну, среди всех участников, хотя там есть такие коллективы еще, как Complexity и другие стаки, уже таких тоже с именитыми игроками. Но о них мы еще поговорим позже, потому что это не единственный матч на сегодня. И мы обязательно вас познакомим с другими командами, что участвуют на этом турнире. Ну а сейчас мы плавно перейдем к пикам TeamNP. Дарья, давай тебе слово. Что скажешь нам? Ну, давай рассмотрим баны. Там находится Shadow Demon, Нага Сирена, на которой действительно хороший резолюшн. На дальнейшем следует Джиггернаут, опять же один из сигнатурных персонажей резолюшна, и Сэнд Кинг. Да, действительно, Монминдер может на нем показать класс. Ферст Пикам не боятся себе забрать НП Лешрака. Не уверена, правда, что Лешрак будет в миде. Как нам показали в прошлой игре, DC в 3-3 на Лешраке играл, причем играл здорово до какого-то момента, когда весь тимплей не раскололся у команды. И Слардар. Ну, Слардар в начале драфта — это довольно стандартная ситуация. Будет ли добираться к нему лайфстилер, посмотрим. Он здесь уже даже в теории будет выглядеть неплохо, потому что ловить с предпущущего Эмбера с инфест-бомбой удобно, продуктивно и действенно, потому что Эмбер, ну, сам понимаешь, персонаж на тоненького. Можно прийти, загавгать и забрать с инфест-бомбой. А тебе я дам возможность разобраться с DC. А что у нас здесь? Ну, DC по тем двум героям, и если брать по тем банам, это тот самый Лондруид, о котором мы уже говорили. И Ауи, в принципе, показал хорошую макро-игру, потому что до поры до времени, что мы не обращали на него внимания, что команда оппонент толком не могла его найти и заганговать, чтобы превратить... Такого-то сосен. Ну да, ладно. А Лондруиде забыли, ибо он в бане. И инвокер. Здесь уже стоит отдать должное Этерн Лэнби, опять же, тоже его сигнатурного героя забанили. Ну и Эмбер Спирит и Даззл. Тут все довольно очевидно. И вопрос лишь в другом, знаешь? Мы привыкли видеть Эмбер Спирита в той сборке, которую мы видели когда-то давным-давно. Не ту сборку, что мы видим сейчас через Дискорд и огромное количество Magic Damage, потому что с Даззлом в сочетании эти оба героя в лейтгейме делают классные вещи. И вот это единственный вопрос для меня, будут ли собирать Эмбер Спирита так, как оно было раньше, или же не будут изменять с тенденциям и трендом нынешнего патча, и будут собирать его так же, как мы привыкли видеть уже сейчас. Уверена, что последуют за текущей метой, то есть будут собирать Эмбера через Вел Дискорд. Это имеет здесь смысл, потому что Лишака Сайленсер очень ватные персонажи, и можно их забирать буквально с прокаста. С другой стороны, НП взяли себе вышеупомянутого Сайленсера, и против Сайленсера будет играть очень неприятно. Это прямой контрпик к Эмбер Спириту, это разводит Эмбер Спирита на дополнительный слот, который ему придется собрать как можно раньше, либо БКБ, либо Манту, что-то должно обязательно появиться. Более того, Дискорд почему-то банит Энигму, на которой отыгрывал МСС неплохо, конечно, и Дарк Сира вместо Лайс Тиллера. Лайс Тиллер читался, то есть Дискорд должен быть к нему готовы, раз они его не забанят. Конечно, конечно. Эмберу Спирит будет и Террор Блейду, и Эмберу будет катастрофически тяжело сплитпушить против этой связки героев. Не знаю, почему от Лайс Тиллера не избавились, мне кажется, это ошибка, но посмотрим по течению игры, вылится ли это все в поражении. Если вылится, тогда да, ошибка. Если нет, то нет. Сами же в харду отправят Клокверка. Да, Залклоквер Террор Блейд, Эмбер, Эмбер, очевидно, в центр Террор Блейд фармящий. Будет фармить против Слардара, возможно, в паре с ним будет стоять Саленсер. Ну и пока что я наблюдаю лишь огромную большую проблему в драфте для DC. Это Саленсер, да, Эмбер в очень затруднительной ситуации. Его будут и гангать, и в замесах он будет чувствовать себя крайне неуверенно, потому что есть Глобал. То есть уже на трех реминантах ты не будешь рисковать и врываться, выдавая полный прокаст и полный возможный ДПС. Потому что куда ты ворвешь, и там ты можешь и расстаться. Посмотрим, как это повлияет на миддлгейм для этого персонажа. Мне также хотелось бы отметить, что связка Лайвстильер с Лордар в принципе она сильна, но против нее есть много действенных методов. В принципе и Клоквер в каком-то случае против этой связки весьма неплох, потому что он сплитый драку, может поставить как-то Коги, плюс у нее есть Форстаф, которая против этой связки работает на ура. И я помню, как ее неоднократно контрили Форстафом, потому что просто ту цель, на которую врываются эти два героя, ее тупо Форстафит, и все. Пожалуй, там уже не хватает рейнджа Open Vault, чтобы как-то задезреблить цель дополнительно, помимо Стана Слардара. Поэтому посмотрим, как оно будет. Совершенно верно. Против Лайвстилера очень действенный предмет это Форстаф. И на Клокверке, и на Дазл, и возможно даже на третьем персонаже, который еще неизвестен в DC и Форстаф, может затеряться. И Лайвстилера обязательно кайтить. То есть вообще всех милишников с огромным дэмэджем с руки, то бишь ДДшников, и их можно кайтить, их нужно кайтить. Очень большая ответственность будет лежать на плечах Дазла, который всегда будет находиться за спиной из предпущего Эмбера, либо же Торраблейда, и пытаться подсейвить от Ганка. Но как засейвить от этого Ганка, как засейвить от Слардара и Лайстилеров в одной пачке, если сверху будет всегда идти Глобал, и ты никакого Грива не повесишь. Для меня пока что это загадка. То есть, чтобы DC разогнаться, чтобы эта связка героев их не напрягала, она очень сильная, даже слишком, им нужно напрячь Слардара с самого начала, и Саленсера. Саленсеру не дать левел, Слардару не дать нафармить даггер быстрый. Ни в коем случае. Ну, он это всегда может сделать с Налоном в лицу, но в данном случае для этого был взят еще, может, Бумти Хантер, может, он чем-то помешает. Ну, а для Джеки Мау мы видим ласт героя Шторм Спирита. Тоже такой... Дополнительная инфестбомба. Да, дополнительная инфестбомба, дополнительная инициация к имеющейся инфестбомбе. В общем, да вообще, в принципе, их пик смотрится гиперагрессивно, потому что для того, чтобы получить начальный пол артефакта, артефактов им много не надо, но они уже будут довольно жесткими героями. Блин, тяжеловато будет DC с ними в мидгейме. Любопытно все смотрится, и если брать уже каким-то приходить к предикшенам, я считаю, что у них есть шансы на вторую игру. Несмотря на то, что DC здесь как-то для многих считаются фаворитами. Да и не для многих, да и в целом, в принципе, команда смотрится куда уж опытнее, чем NP. Если брать командный опыт, конечно. Шансы есть, шансы есть очень крупные. Любопытно вообще, почему я зарекла это наречие и протянула его так. Кто драфтит у TeamNP? Это, по-моему, Джекимау как раз драфтит там. Да, вот он на первом слоте находится. Именно Тернел Энви делает эти драфты. Очень грамотные, на самом деле, очень хорошие. Этот выбор Шторма просто замечательный. вспомнил про этого героя, взял, потому что посмотри на количество дизейблов у DC. Хм! Их нет! Задумаешься, да, прежде чем найдешь что-либо. Их просто нет. Как они будут этого Шторма ловить, если Энви не будет поддаваться своему какому-то внутреннему шторму и хаосу в голове, потому что он у него бывает, да, загуляет, куда-то ворвется, его могут зафокусить. Шторм в передаже при наличии Эбла Стоуна может быть зафокушен, может быть избит, если где-то подстрянет не так много ХП. Вот. Если достаточно расфармится, если не будет нарываться на неприятности, то поймать его будет здесь совершенно невозможно. Он будет помогать гангать Слордару, он будет помогать как можно чаще реализовывать инфест-бомбы, и с течением времени, если все будет хорошо, он берет артефакты с Орхидом, Ластоном, он будет просто анстапабл, невозможно будет его поймать, а он будет убивать, убивать, убивать регулярно, постоянно. Да, при том, что еще как раз-таки не хватало магического дэмэджа, коистой слишком будет эффективным против Террор Блейда, против Резолюшена. Да, герой довольно арморный, но по количеству ХП я думаю, что завидует он в принципе многим. Так что Шторм Спирит это будет прям сладкий товарищ для него, особенно с появлением Орхиды, чтобы не дать возможность кастовать Тандер. Другого, Шторм это ненормальный, это ненормальный герой при артефакте, очень быстро расфармливается, если сыграют на Энви, в конкретном данной ситуации и на МСС, все сложится хорошо. Сколько бы я ни наблюдала за игрой Ауи, он всегда вносит свое, несмотря на то, что саппорт его зачастую могут оставлять или куда-то убегать. Ой, хорошо получается на коре героях играть, насколько я помню, не всегда он играл именно на кэри. Он на эту позицию пришел именно в Team NP, если я не ошибаюсь. Давай-ка знаешь, на что посмотрим с тобой, на расположение героев NP, пока вот они так собираются, я даже не знаю, ставят ли они лайстинер одного и немножко попробовать себя на боте, или же там пусто будет сидеть Сайленсер, немножко там как где-то экспу в лесу получать, и будет какая-то постоянная добла МССа с Лишираком, или же все-таки МССу оставят вот тоже в одиночестве, до конца не ясно. Посмотрим на Роузе. Мы с тобой опустили тот факт, что с центральной позиции сместили Лиширака, мы предрекали его на центре, хоть я и не наблюдала Этерна Ленви зачастую на Лишираке. А я все-таки как-то сразу про штурм спирита подумал. Да? Да, я же говорю, Джеки Мау, ласт пик, себе, любимому. Да, но зачастую имеют привычку действительно драфтеры, если тем более они мидеры, забирать именно себе на ласт пик героев. Но это очень важно, это правда очень важно. МСС не идет, кстати, на бот пытаться отжимать руну, я бы на месте саппортов. То бишь, да, есть сплитверф, есть краш, Мизери тоже своровал баунтируну у лайфстилера на топе. Ой-ой-ой, переиграла и немного. Может было на боте отжать руну, почему-то не стали. В итоге два саппорта уже смоках, скрывшись в смоках, уходят в лес. Саксы пока что не палят это, не видят, смоки не разревеливаются, а это значит, что очень выгодную позицию сейчас займут и под крашу можно будет забирать ФБ, даже на том же самом резолюции. Очень опасная ситуация. У него 500 хп со старта. Это крайне уязвимый герой. Отличный опс. Так, посмотрим. Кстати, Last World тебе взял Silencer. Намерен получить два интеллекта. Плюс два. Ага, Мизери. Мизери стартует не с вида, не пытается найти курьера и что-то в этом роде. А кстана промахивается Роуз, всю контору спалили, приходит сюда также еще и Мизери перетягивается, начинает играть по МССу, мол, успокойся, парень, мы еще тебе сейчас дадим. Он дает краш, возможно, попытается сыграть по Дазлу, Дазл дает Shadow Wave, Last World летит в него же, разменялись по дэмэджу, но, возможно, потеряют Сененсера, ибо Роман уже активировал форму и просто его настреливает. Очередной краш, но Resolution бежит далее, хочет собрать SVG, Мизери тычку дать, а боим нужно, чтобы забрать его, но и то не хватало бы даже этих двух тычек, а сделать успели только одну. Пока что без Ферсблада дело обошлось. Ты посмотри, как SVG еще нагло поступает, а он, скорее всего, просто-напросто мискликнул, он растэпэшился не на базу, а на шрайне, который находится на боте, да, прямо рядом с вышкой на харде. И случайно, видимо, кликнул на шрайн, завязал его, мог бы с командой, но не получилось, не пошло. Да вообще, я предвлегала то, что возьмут ФБ на Романе, этого не случилось. Налажал здесь Роуз, попытался дать стан без поддержки МССа, не под краш. По-моему, это было несколько неправильно. Ну, здесь как образовался, трипла на триплу. Таким образом, на топе находится Ауи. В 2000, мы это помним, стоит он против Клокверка. Да, вообще... Не самое приятное, не самый крайний ланинг для него, без мана стоит, но стоит. Конечно, свою выформит, но и Клокверку помешать не сможет. В принципе, она будет так выглядеть, что... Да, Клокверк сейчас просто получит очень много экспы, и потом посмотрим на него уже непосредственно с получением 6-го левела, как он себя проявит на карте. Противостояние Джеки Мао и... В-33 также не обещает ничего специфичного. Оба персонажа стоят поровну, ровненько. Если много спиритов на спаме, Тарна Ленви будет пытаться забирать крипов. Можно все это под флэмгвардом попытаться разрулить. Здесь В-33 и Шторм свое получит обязательно. Да, и опять обратим внимание на бот. Здесь МСС. Только на бот и стоит смотреть. Да, тут у нас в основном-то все замесы будут, но МСС немножко встрял, Станом не попал, вынужден наступить. Покажет второй левел. По XP здесь, конечно же, все делится на множество героев, поэтому XP пока идет так себе. На боте, видимо, опять немножко Этернл Ленви дает. Показывает характер. Виха немного вынужден пока дожидаться летящего к нему Ботл. Вот он к нему уже прилетел, и дела, конечно, станут несколько получше. На самом деле у Шторма очень большая атака с руки. Ему очень удобно стоять линию. Мало того, что у него с руки атака большая, да? Ты покупаешь на Тесман, у тебя увеличивается атака, и это очень много, на самом деле, 67 плюс 3, да? 70 атаки с руки на миде. У вас есть здесь приятно. Даже против милишника спокойно справляешься с ним 11 на игно-крипов. Плюс еще ты спиритами себя помогаешь формить, то есть это очень здорово. И у этой 3 не мудрено, что будут возникать определенные проблемы. Ну а тем временем на боте, знаешь, что произошло? Дейра выиграли по Вижену. Они смогли поставить центры, смогли задевардить ближайший центряк у БХ, и теперь у БХ передвижение на боте ограничено. И имеет смысл пойти куда-нибудь еще. А БХ пока оправдывает название и собирают баунти-руны. А еще не баунти-руны достается Мизери. И посмотрим, куда он придет. Конечно, центральную линию очень бы хотелось напрячь до появления 6-го левела у Джеки Мау. Этернамбе уже вот-вот получит его, поэтому, да, прийти туда будет уже поздно. Майлансер. Поджигают Мизери. У Мизери на самом деле в кулдауне Шадоу Волк очень сильно проседает, пока что он не сможет в инвиз вообще уйти. Он только что регионировался под фонтаном, поэтому очень каленый и наверняка будет отступать. Либо же пытается что-то придумать на миде, пока у Шторма нет 6-го левела. А получится ли, подставится ли и НВА? Они прекрасно видят на Сентери Мизери. Поэтому, да, он к нему его не подпустит. Более того, линия пропушилась и Этернамбе вот-вот получит свой левел. Буквально с секунды на секунду остается добить Катапульту. Роуз нападает на Монминдера. Батарейки. Он отправляется за Роузом. Сюда же подожгли Клоперка. Тот стоит в сале. Но Ферстблат ты получил Монминдер. Крипчик добил лишь Рока. И да, он сейчас погибнет, но задача-то он выполнил свою. Он сам такого результата уж точно не мог ожидать. Да, так получилось. И он экспы за него получил. Поддайвил. Здесь же находится Мизери. У Мизери лавал 2. Он без Шрикена с женадой. Замедляет СВЖ. Ну так, немножечко разменяться, потому что все равно придется отступать. Шрайн также на топе в кулдауне. Очень длительном. Нет, Мизери пока что не уходит. Очень жадно до экспы. В чёме можно здесь его найти. Самой опасности никакой без мана не представляет. Вот-вот появится хук-шот у Мунминдера. Это тоже может быть опасным для Ауи. Ему нужно об этом знать. Проявит ли интерес к нему Мунминдер? Будет ли сейчас в лесу его чекать? Ну вот он получил шестой и, конечно, идёт на разведку. И делает хук-шот на руну, ибо знал, что, возможно, рядом находится кто-то. Но здесь, по-моему, как Роуз делает фраг на Мизери. Прячет его в коги. Ну и, в принципе, со второй батарейкой должен его догрызать со второй ракеткой. Тем более, фраг для Мунминдера. Всё равно хорошая размена. Это Роуз, который сделал в соло-фраг на Баунти Хантере. Это неплохо. К сожалению, удалось его забрать, но ничего страшного. С основной задачей он выполнил. Понял, что, скорее всего, по-моему, нету вижены там. Инфест. Минус резоль. Ну, а вот напали на резолюшн. Мы понимаем, что Террор Блейд не самый толстый кэрри-герой. Ему нужно как можно больше активации. Тем более, когда он остался один, он совсем уязвимый товарищ. Да, поймали верный момент. МП напали на резолюшн, пока он находился один. Забрали его и вгрызается в вышку. Сюда же подключается Сакса. Делает ТП резолюшн обратно. Есть у него метаморфоз. Ну, в принципе, даже возможность загинать вышку будет иметься, я думаю, у DC. Хотя сейчас пока еще по ХП много у вышки. Да, не доводит до этого состояния пока что. Ну и отступает, вижу, Террор Ленви. Шрайн имеется. Возможно, заюзает его сейчас со своей командой и продолжит атаку на бот. Посмотрим, смотря, что хочет Джеки Мауна, я так понимаю, Террор Ленви хочет пока что подфармить. У него есть тут определенные зачатки, Бладстоун. Очень-таки ему хочется взять именно его ферд с лотом, а не какой-либо орчет. Ну, конечно, это верно. Для начала, чтобы Шторм мог себя как следует реализовать, нужен наибольший запас маны и наибольший запас ХП, соответственно. Устон для этого идеально подходит. В дальнейшем ты уже берешь себе оркет и взверствуешь на карте. Миддл идет Клокерк с Хукшотом. Возможно, будет ганг по Роуз. Тот тем временем там получал Экспу свободно и не промахивается Мунминдер. Хукшотом попадает, Роуз раскастовывается, успевает дать стан, немножко замедляет, кстати говоря, тем самым уход Мунминдера и Террленви должен здесь его забирать. Плюс еще здесь немножко получает интеллекта, плюс 2 СВГ. Вовремя тоже подключился. Ну, а что будет с Вихой? Вих уходит на Ремнанта, далее здесь Вобу возможно будет перехватывать Слардар, но Муспида ему не хватит. В 3-3 Реген, в 3-3 еще дополнительных 2 Ремнанта. Он в любом случае уйдет здесь. Резолюша на боте забирать тут Терр 2 собрался. Понятно, что с Терр 1 довольно быстро справились, но Роман тут уже как-то скалится на Т2. Но мне кажется, Роме нужно вернуться к фарму. Придется вернуться. Да, к тому же битамарафон закончилась, да, поэтому придется уж точно вернуться к фарму. Но под Саксой под формой регулярной что в ВВАМе от Саксы 3-го левела действительно вышки падают очень стремительно благодаря иллюзиям. Здесь же находится Слардар, левел 5, ДД. У Масаса дела идут не так гладко на самом деле, как хотелось бы. Фарма у него недостаточно для 8-й, практически 9-й минуты. Ну и у DC все идет негладко, скажем прямо. Не реализует себе БХ практически никак. Он дает много информации, по карте. За это ему стоит отдать должное. Но пока не принял участие ни в одном фраге, да, абсолютно. Ни в одном, ни ассиста, ни кила. В миде Терлендви немножко огрызается на Виху, открывается Мизери, по нему дается Тосс, дается Чейна, ребята пытаются его забрать, и обратно с Ремнонтандул Сайланс! Ох, как же, на какой же прям тысячечке остается Терлендви, но все-таки Виха его добивает. И Терлендви немножко здесь потерял контроль, может даже самый контроль. Хотел все-таки как-то огрызаться на Виху, сюда же приходит Саксо, Саксо с Грейвом, так что Виха пока еще живет. Не волнуйте, уж за него-то мы не волнуемся, и... Энви ошибся. Да, это Энви ошибка исключительно его, да. Нельзя на шторме умирать таким образом, нужно играть очень аккуратно до появления основных артефактов, до появления такого ключевого артефакта, как Лодстоун, лучше вообще не погибать безразменно, а здесь он погиб безразменно, байтил он себя, конечно, красиво в какой-то момент, но в итоге Виха вернулся просто на Реминант и добил его. Стоит отметить также игру SVG. У него 4 интеллекта, вот все тимфайты, которые происходили, он, мне кажется, практически во всех участиях принял. Половине он точно принял, 4 фрага имеет NP, 1-0-1 кд у Сайленсера. Неплохой старт, уже 6-й левел, что тоже сейчас сыграло свою роль, потому что Дазл 5, Бомботи Хантер 4. Дела... Спасли здесь Шторма, хотя Global Science, кстати, был довольно поздний, потому что временно тоже Реминант Да, он уже вернулся на него, да, и ничего не смог сделать. Больше ничего не скастовал, то есть Шторм мог уходить. Ну, увы, Энли заигрался. Ну, вот о таких ошибках я и говорила, когда мы обсуждаем Эпик Шторма, то все, Энли, такое бывает, знаешь, что-то щелкает в голове? Ну, переоценил себя или как-то недооценил ситуацию, всякое может быть. Ну, Энли, многие знают этого игрока по его некоторым поступкам. Это не делает его плохим игроком? Не делает, конечно. Нет, конечно, но иногда ошибки случаются. Я бы сказала, что он игрок импульсивный. То есть, есть очень холоднокровные игроки с холодным расчетом, которые вряд ли вот именно подобные ошибки совершили бы. Но хотя мы наблюдали в предыдущей игре как роман, который действует всегда, ну, зачастую очень грамотно, тем более, когда дело касается фарма, в добыче фарма, в фарме линий, чтобы не отдаваться, не подставляться под ганки. В какой-то момент он просто берет и не нажимает БКБ и умирает. То есть, такое тоже случается. Переживают, волнуются официальной игре. Штука такая. Так, мид пока начинает виха дамажить. Конечно, дэмэдж по вышке у него не такой серьезный. Приходится зачастую и тут очень долго сидеть, ковырять. Но я так понимаю, планирует ганг в мидл. Клаквер пока что на топе. Хукшот у него имеется. Телепорт у него пока отсутствует, так что в мид он не перетянется. Здесь у нас показал себя сайленсер. Приходит также еще и резолюшн с акса. Я так понимаю, ребята будут готовить пуш по этой вышке. Да, роман прожимает форму. Глип фортификейшн прожимает и мэнпи. У мунминдера все замечательно. У него очень скоро появится блэдмейл, помимо того же мужика Ванда и Транквилл. Справились, пушим втроем. То есть, нп в дефт цене готовы. Пробегает. Конечно же, инфу дает мизери. Бегает тут зачастую несколько дальше, чтобы дать инфу своим тиммейтам о местоположении соперника. Ну вот, хотелось бы ему поскорее бы получить уже шестой левел. Все-таки баунтируны ему здесь и книжки имеются там для получения икспы. В общем, много различных вариантов, но пока он все четвертый левел. Ты знаешь, очень ленится саппорт и нп по вижену. Никаких сентрей на, знаешь, перекрестках, на дорожках не ставится, чтобы поймать этого самого баунтихантера мизери. Пусть он не получает шестой, но он очень много инфы дает. Ставит очень глубокий и правильный вижен, который много инфы дает. И без его присутствия. То есть вот сейчас, когда он с вижену справился, он может отправляться получать экспу. И опять же находят здесь мсс. Мизери хотя бы тут экспу может получить за этих нейтралов. Но что-то почувствовал мсс и хочет он как-то вот с крепочками побыстрее зафармить этот стак. Заодно и ленью к себе потянуть. Фармит он же порядка трех минут, отпустили его и он потихонечку приближается к блинкдагеру. Этернал инверс инфест бомбой на готове. Оставляется на боте, мсс его преследует. Краш может быть через три секунды. Дальше идти не решается мсс, потому что своими могучими плечами прикрывается вот ими козалишем. Так, инфест бомба под сайланс в мид. Мы видим, что происходит с бедным-бедным вихой. Без шансов для него. Для этого и взяли сайлансера. То есть даже необязательно иметь бенгдагер на сардаре. Не обязательно пытаться реализовывать инфест бомбу, чтобы закангать того же в 3-3, который играет на эмберспирите. Достаточно просто в команде ласпикнуть шторма и иметь глобал. И вы 100% цепляете, вы 100% убиваете под глобалом эмберспирита. Да, а у и уже так, знаешь, потихонечку переходит во вражеский лес. Есть армлет, есть... В принципе, уже для начала не так все плохо. К 13-й минуте армлет фейзы, и где хочешь может находиться этот парень. Ну и к локару-ка все хорошо, он миндеров в тот же момент. Мы с вами отмечали, что оба героя стоят ровненько, оба вывезут свое. Да, и этого парня уже бэм, и здесь к чему-то явно готовятся вместе с Мизери. Даже могут и на Ауи, но все-таки тяжело будет им забрать вдвоем этого персонажа. Вот кто бы то ни было, кроме Ауи, пошел бы под нож. Очень сильно. Ну вот после рейджа, кстати говоря, этого парня можно забрать и попробуют это сделать. Ребята, да, будут батарейки, к тому же пришел Виха, без шансов, мол, Минда получает свой фраг. И Виха этому поспособствовал. К тому же так подсобрались, и, ну, к сожалению, дэмэджа по вышкам очень мало у ребят. Но не считая резолюшна. Вот с резолюшном, да, и с формой. К тому же форма здесь будет, ну, вот она, есть. Можно ее подключить и забрать Тер-2. Вот это уже действительно хорошее, скажем так, начинание для DC в мидгейме. Делать какие-то ценные фраги и подкреплять их пушем. А почему происходят эти фраги? Просто-напросто потому, что в свое время Мизери свободно гулял по карте, потому что ни Роуз, ни Сальни Серне ставили Сентре вокруг да около где-то на каких-то очевидных позициях, где может прокрадываться БХ и ставить Вижн, да? Вот, допустим, здесь ставится Сентре, здесь вы понимаете, куда идет Баунти Хантер, где именно он ставит Обс. Теперь Обс стоит здесь, прекрасно, где находится Лайфстилер. Об этом НП не подозревают, Лайфстилер тоже. Он дерется с вот этими ужасными Эншентами, которые имеют свойство снимать армор, которые станет, вообще делать очень массу неприятных вещей. Естественно, появляется желание сбросить их Рейджа. Подожди, подожди, тут у нас может быть интересно, ракетку подбавили, Тосик, и остается 90... Ой, как же, ну вовремя вот это произошло. Хукшотом еще и промахнулся Мунминдер. Ну, в общем, пора валить. Говорит Мунминдер, ставит Коги, и ребята отступают. Да, не получился фраг, но всякое бывает, даже мастера здесь не все смогли закалькулейтед. Как-то так сделать. Чуть не хватило дэмэджа. Ну, к сожалению, Баути Хантер с арканами и третьим Тосом был твердый, хотя бы недостаточно этого, чтобы Сардара убить, тем более рядом был шрайн. Рискнул, попробовал, не получил. С ракеткой попытались кооперироваться. Ракетка, в принципе, четвертого левела, это тоже немало количества мэджинг-демэджеров. Ну, видишь, штуки не хватило, армированный Сардар, 12 армора. Типаут сделал. Лайфстилер. Но пока, если честно, ситуация относительно равная. Хотя, все-таки, перевес в пользу DC небольшой ощущается. Именно по деньгам. Ребята смогли добыть на карте больше денег, чем оппонент. И вот пока в Этернлен веди лайдут, не очень хорошо. Ганги какие-то ребята пока еще не вделали. Хотя, казалось бы, да, Слардар, тем более уже с блинком, пора бы реализовать это. Но ребята пришли на боты, пока никого не обнаружили. Разве что могут обнаружить Клакверка. Но Мунминдер еще не факт, что пока... А, ну да, Мунминдер здесь в плохой позиции находится к нему. Нападает с хайграунда на лоу граунд, и у него шансов на выживание никаких не остается. Да, хороший фраг для команды НП. Не самый плохой герой для них встал на пути. Рошан этим временем здесь строили игроки DC под минус армором, но сюда очень вовремя поспели НП. В НП тоже есть ресурсы, чтобы этого самого Рошана забирать, но Клакверка отсутствует в таверне очень мало времени, 10 секунд он резнется. Пока что Рошану придется оставить в покое. Есть Глобал, есть опять же Блинкдаггер на Сардаре, который уже успели показать и реализовать его сразу же по смокаме. Тим НП. Можем пытаться забирать вышку после того, как окончится Минтермофозис, а окончится он скоро резолюшно. Хотят зацепить, хотят зацепить СВГ. Ну, есть Ремнант, на него прилетает, Чина есть, и Силенсер. Ну, нет у него шансов на выживание, даже несмотря на то, что пришел МСС. Нет, поторопился я с выводом, МСС вместе с Лайфстилером вгрызается в команду DC. Саксы погибает, а Терлендер подключается в Драку, Клокверк ставит Коги, в них оказывается Ауи, Ауи, прячется в Крипа, бить его уже не могут, тот вылезает из Крипа инфестом, включает Армлет, его еще и фурстапнули, МСС ворвался вновь, второе подключение на Клокверка, Виха с Дискордом, на Шторм Спирита, Шторм Спирит его здесь нормально огребает, огребает он от него, очень, как-то Виха не подрасчитала, ведь команда его красная сзади стояла, вроде как она рядом, но помочь ничем не может, ну и Мунминдер, ха-ха, с БМом, вытворяет вот такие вещи, не подрасчитал, мне кажется, стоило Смордару, не бить, на кого? На вот этого парня, который выиграл весь замес, этот парень, неима ему и СВГ, играет он на Сайленсере, он совершил какой-то бешеный калькулейт, как он вообще понял, что он выживет на этих несчастных 50, не знаю, 70 хп, прожмет глобал, заманит своего противника очень далеко, кончается Метаморфозис, идет на развороте драка, очень сильно катит DC в целом, и делает много фрагов, в которых СВГ принимает участие и собирает весь интеллект, вообще весь возможный интеллект, по-прежнему на этих самых 70-100 хп. Ну, красава, что сказать, я бы с радостью глянул повтор, потому что там очень много таких моментов было, и Этернаду в уровень подключился, сумел себе этот и блоксунчик добрать уже, посмотрим на следующий, да, слот у него. Я думал, Роуз, кстати, уйдет в Яула, но понятное дело, что фаст-форстафы здесь необходимы, потому что Монминдер, дела идут хорошо, и тот, кто окажется в когах, будет приговорен, но благодаря Роузу, который всегда стоит где-то далеко, прячется, в диспозиции не находится, всегда готов помочь самому тиммейту с форстафом. Ну и, наконец-то, желанный Бладстоун у Шторма. В дальнейшем, естественно, появятся орки. Роузу на топе достается какой-никакой фарм, и с Уджи бродят по миду. Мечтает о том, чтобы расставить вижен, а вижен нужно ставить очень аккуратно, потому что в любой момент может возникнуть и БХ, и Клокверк. Страхует здесь его МСС, МСС с Блиндаггером и с Лайвстиллером внутри. Лайвстиллер, кстати, появилась сабля. До изолятора пока что далеко. Так. Ну, сейчас можете разорвать. Нужно драться. Подождись, да, у нас тут уже к этому явно готовятся, потому что НП с инфест-бомбой глобал на готове. Остается только как-то напасть на соперника. А что соперник хочет? DC. Часть на хайграунде близ, естественно, святыня, которую сейчас уже, ну, что, ее видят. Здесь центр еще разломали. Но в пуш выйти в открытые не стали. Ребята из DC посмотрим, что предпримут НП. Они уже под смоком и сейчас готовятся к нападению. Пока что там, о, тут обезопасился Виха. Вот так, подали просвет. Никого не обнаружили. Я думаю, что Виха будет уже отсюда быстренько убегать, потому что он понимает, к чему все это идет. Да, никого не забрали. Не смогли сейчас атаковать оппонента НП. И хорошо, что они попытались, потому что Вижена было маловато. Ну вот, конкретно в этой области нет Вижена, а он был там очень нужен. Вся команда DC там и не находилась. Пока ее не было видно, невозможно было и напасть. Но не теряет, очевидно, надежды МСС. А что терять? Есть Блинкдаггер, есть Лайсили, который сидит в тебе. Надо же закончить, начатое. Я имею в виду то, что они, да, не отпускают друг друга и по-прежнему ищут какой-то таргет. Но DC заныкались, просто спрятались, ведут себя очень аккуратно. По-прежнему не видят на линии ни Слардара, ни Лайс Тилера. Это наводит на определенные мысли. На самом деле классное макро показывает DC. Я знаю, как Мизери руководит своим коллективом в плане перемещений. Неоднократно находился с командой рядом, когда они играли. Поэтому вся заслуга Мизери, все эти перемещения его беспрекословно слушают. Поэтому тут молодец. Пока удается команде зарабатывать на карте тупо больше денег. Хотя тут еще хукшот крайне полезный. Потому что в SVG ребята напали и без Саленсера теперь чувствует себя очень раскованный Эмберспирит. Ах, если бы Роллс находился чуть-чуть поближе к Саленсеру. Если бы возможно было его спасти, была бы возможна и драка на развороде. Ну а так потеряли Саленсера и кажется потеряют Рошана. Очень быстро забирают его под медалькой. Медалью он есть у Даззла. Даззл также себе приобрел еще Доминатор. Да, на Клокверка нападают. Далее ему Крест. Кстати говоря, все не так уж плохо смотрится. Резолюшн туда наваливает довольно неплохо. Далее уже Саленсер появился. Наваливает по Ауи. Ауи пытается сбежать. И в принципе у него это получится. И бы Дизейбл, как мы уже рассказывали у команды DC. Его не так много. Шторм вернется в драку обязательно. Хотя у него по 10 секунд. Это значит, что он не успевает. Значит, Рошан падает и достается скорее всего в... Резолюшн достается. Резолюшн. Кстати, странно. Я думала, что все-таки вот Рейс берет себя Егис. В конце концов с Лейм Гуардом, с Вайл Дискорда можно наделать всяких вещей в тимфайте. Все это откатывается не так долго. Если учитывать талант, взятый на... который должен быть... А, он только на 20-м. Я почему-то думала, что на 15-м. Тогда ладно. Но в целом Резолюшн имеет метаморфозис с огромным КД. А без метаморфозис он не так силен. Почему бы не отдать Егис в таком случае в этот 3? Или даже Мун Миндеру? Не знаю. Возможно, хотят очень сильно обезопасить его по фарму. Пока-то... Если Резолюшн попытается загангать, пока они будут его бить ногами и выбивать Егис, можно всей командой на него подбайтить, например. Может быть, будут действовать так. Посмотрим. Главное, что Аегис вообще у них, у DC. Да, и пока, в принципе, матч идет для них не так плохо. Потому что я ожидал, что команда NP будет более агрессивной в мид-гейме. Именно на центральной, скажем так, стадии матча, прямо на самой серединке. Ребята, получив свои необходимые артефакты, а ведь они у них уже имеются. Ну, не считая разве что уже Орчада, который там сейчас затарит, Брингдагер здесь, Лайфстилер свое имеет. Да, конечно, для начала тут все не так плохо у него было. Хорошие тайминги сейчас. Из-за того, что они пытались гангать, он очень много времени просидел в МССе, конечно, паршик сократился. что они не очень агрессивные, они агрессивные, они пытаются гангать. Да, но у них это не получается. есть МВП на Баунти Хантере, конкретной Мизери, которая дает слишком много информации, который ставит регулярно Вижн, который ставил с самого начала, и поэтому избежать этих гангов с инфест-бомбами очень легко. А это недоработка саппортов конкретно у ТМП, потому что акцент как бы не акцентирует свое внимание на Баунти Хантере. Но при этом были за юзные досты там неоднократно, когда вроде как с них смог, спал, и они подумали, что это работа Баунти Хантера. Сентрии имеется определенное количество. Сентрии должны были вот эти вот именно Сентрии, которые стоят сейчас, они должны были появляться намного раньше, тогда, когда Мизери расставлял Вижн. Потому что теперь эти апсы, которые стоят, они уже стоят, они уже дают информацию, их никто не снимает. Они просто не знают, где именно стоит Вижн. Так интересно, что хочет Виха. А Виха хочет легкий фраг, но Роуза успела уйти отсюда. Шлаг с Гемом, оу, вау. И это, кстати, сейчас очень спасло ситуацию, потому что мимо пробегал Вих, который просто бы разорвал его на куски. Так. Что ты хотел еще отметить? А, Хукшота я бы хотел отметить, которым Минер промахнулся, он сейчас охотится за СВД. Ну, он его, думаю, найдет, потому что ракета дает Вижн, Хоги поставил, промахнулся, включил уже. На все, на все видит. Ну, да, да, но он увидит. Он разве что на лоу-граунд мог сейчас укатиться, но все равно это фраг для Мунминдер свободный. И разве что трек повесить, ну, это прям, скажем так, вишенка на торте. Деньжат еще подзаработал Мизери. Странно, по идее, должен опс этот снять. Вот, да, сейчас пингует на его Мунминдер, обязательно с всем справиться, избавиться от этого опса. На топе остальная часть команды DC вгрызается сердовышку. Вспомнил их, я что хотела отметить, последняя драка, которая произошла на Рошане, мы понимаем, что если в целом по игре МВП пока что Мизери, то МВП последнего тимфайта это Дазл, который повесил замечательный гравь на Кокорка. Да, изначально, на самом деле, немножко, я считаю, не ту цель выбрали в инициацию, потому что он все равно Коги поставит, тебе придется из них выбираться, ты можешь попасть под фокус оппонента, а ведь они и попали под этот фокус. Был Клокверк жив, не был Клокверк жив, Террор Блейды все равно туда накидывал. Единственное, чем помог Клокверк, это батарейка, которая их там дизейвлива дополнительно. Есть один нюанс, избавиться от Мунминдера было бы здорово, Клокверк это хорошая цель, если вам удается ее зафокусить. Вообще любая цель хороша, если вам удается ее убить за инфест-бомбу, за краш, под амплифаем коррозит-кейзем нынешним. Но у них не получилось, потому что зажали Глобал. То есть Глобал не был нажат, поэтому появился Грейв. Но он был зажат позже, когда появился Сененсер, в тот момент еще не было его, напомню. Да? Зрителей. Да, он же умер. И тут ворвались на резолюшно, выбили АИС довольно быстро, но при этом потратили Глобал. А что будет дальше? Я думаю, что DC... А все, поняла, он тогда умер. Да, он же умер, тогда его забрали. А сейчас на Глобал развели. Да. Ну как развели? В принципе, немножко... Разменяли вышку еще вдобавок. Так что для DC это весьма результативный заход на рампу. Они не погибли под Глобалом и сейчас уже забирают Шрайны. Забирают Шрайны, это значит, что время ознакомиться с графиками, быть может, в миде, Шторм Спирит. Ну, Шторм Спирит и не забрать, опять же, за счет отсутствия дизейбл. Далеко находится Клокверк. Невыгодная позиция для Хукшота. В теории, за Хукшот, за Хукшот за полторы секунды можно что-то придумать, можно дофокусить того же Шторма, если он просел вдруг по ХП. Так, лайфстилер. Ну, тут инфестбомба, что сказать, Мизри оказался не в то время, не в том месте. Ветер-3. Может здесь, кстати, попасться. Не успел, к сожалению, с Вортексом. Успеет и теперь, успевает и нету. Мануэмбер теперь это практически. Есть еще один временон, то он его пытается запустить, но далеко не уходит. Зато быстро уходишь в таверну. Да, все было чета. Заслуга, конечно, НП. Вовремя здесь смогли вырваться, вовремя нашли цель. Наказали, считай, за вышку, но вышку не вернуть. А ВИХ вот-вот появится. В руках у команды НП есть гем, когда есть все основные артефакты для того, чтобы забирать враги с карты загулявших героев. У Шторма Бластстоун, соответственно, у Сордара Блиндайгер с Форстафом. Нужно вести себя очень аккуратно. Вот эти вот единичные фраги за голые должны быть исключены из действия DC. Опять же, собраться в пятером и находиться исключительно в пятером. Помню, как начинался луз в предыдущем матче. Да, там был ключевой переломный момент, где было уже сложно собраться, да и критическую массу набрал один из героев НП, поэтому тут пока еще до критической массы далековато. Каким образом? Каким образом все сломалось? Тем, что DC начали играть раздрозненно, особенно в Т3. И вот только что в Т3 погиб на центре, в районе вражеского шрайна, разрушенного. Нельзя было там задерживаться ни в коем случае. Нужно держаться плотным строем. И вот теперь DC вроде как плотным строем находится на боте. Рошан появится еще нескоро. Имеет смысл вгрызаться в колодец, уфармливать вражеский лес, уфармливать лес свой, подпушивать периодические линии, дождаться Рошана уже потом раз. Контролировать карту иными словами и пытаться делать какие-то пиков и по возможности, так как есть мобильные герои в DC, можно реагировать на зов бомботи Хантера. В медиа. Эдви. Эдви здесь страхуют, смака вся команда. Но вот таким вот образом я уже думал вернется ли, но как-то там лимон не поставил, но первыми нападают именно ребята по Дазлу. Не будет Граева, не будет Дазла, но при этом команда успела отступить. 30 секунд не будет Дазла, я думаю, захолдятся DC и как-то будут чувствовать, ну как-то поддефятся что ли. Посмотрим на агрессию от MP. Не успел схватить Шторм Руном. Аркейн Руна достала все-таки Баунти Хантеру. Да, забрали опять же Дазла. В диспозиции он находился. Слишком открыто. Слишком открыто было. Ну а Вика, Вика тоже сделал свое дело, выбил гем, забрал его и ушел на ремонт. Тут он сделает все по максимуму. Молодец. Он по максимуму действовал последнюю минуту, вот полностью. Все, что он мог сделать, он сделал. Он чуть был, не развелся уже на Гобл в миде и тут же успел уйти. И на боте отобрал гем. Отобрать гем это лучше не придумать для DC на данный момент. Потому что он будет в кулдауне. Его еще купишь, по-моему, не скоро. Теперь можно пройтись по карте и лишить соперника вижна окончательно. Даже какого-то, знаешь, вижна оборонного. Потому что сейчас ребята из МП могут полностью потерять контроль за картой. Помимо вардов, сейчас вот, что осталось у них. Они уже все потеряли, все, что можно, в том числе и все шрайны. Теперь в атаку будут идти DC. Киногу купят, потому что он был очень ранним на Розе. У Розы Гост, кстати, помимо Форстафа. МСС-1 совершенно в миде. Ой, какой был перспективный хукшот. Чуть не успел Монмейнер. Совсем чуть-чуть. Инфестбомба. Что распирите? Глобал имеется. Можно нападать прямо здесь и сейчас. Если смокин. Ну, если сейчас делать это крайне правильно, очень аккуратно, единым строем. Передвигается по карте, так и нужно. Главное не теряться. При том, что графики выглядит несколько забавно, потому что, ну да, у НП хоть еще чуть больше, но прям 10 тысяч ХП они ведут. Это неплохо для них, на самом деле. Хотя это, уже не столь важно для данного этапа игры. Но все-таки золото нафармили больше DC на карте. В том числе Resolution себе огромную кучу золота держит. Посмотрите на его преимущества по отношению к другим участникам этого матча. Ну, мы помним, мы помним, что сейчас карта находится под контролем DC. Они отрывали все колодцы. Всю карту могут они фармить. Набрали гем. Так что тут все четко. Осталось дождаться Рошана и уже потом забираться на хайграунд. Единственное, что мне не нравится, то, что в этой 3 придумал. Он хочет собрать себе Линкенсферу. Линкенсфера спасет от Карзетхейза, от Оркеда, но не спасет от Глобала. Не спасет от Стана ради Шака не спасет от Краша. То есть, как по мне, наиболее выгодным решением было бы собрать от Киманту. Либо же даже БКБ. Посмотрим, насколько это будет эффективным. Тут иначе не проверить. Все зависит от ситуации. Ну, тут опять же, возможно, пытались развести еще и на не то, что на ИУ, а еще и на Глобал. Но СВГ у него прям стальные нервы. Не первый раз такое происходит. Он СВГ, да. Это точно. Ты знаешь, трудно угадать, в ком именно находится инфестбомба. Тоже любопытный момент. На лайфстилл просто нет. Его не видно. Но сейчас Этернал Лене, в принципе, инфестбомба с ним, она будет несколько эффективнее, потому что рейндж дальше. Ты знаешь, две шкатулки, вот как в Поле Чудес. Угадай, где сидит лайфстиллер. Какой из героев опаснее на данный момент? Свардар или Шторм Спирит? Да, но только в одной шкатулке машина, а в другой деньги, а тут и там и там как бы нехорошо. Или там не так? Я уж не помню, если честно, как там. В одной шкатулке машина. я забыл, блин. Одна шкатулка пустая, в другой деньги. Врывается эта рана лады. Пока что впащу крипов. Какая же напряжелка на самом деле сохраняется? И вот я все жду, ну когда же что-нибудь случится? Но не та, не другая команда. Если DC не ошибается, то NP чрезмерно не агрессирует. И тоже делают правильно. MSS целится в Shadow Blade на самом деле. Можно пока что порассуждать о артефактах. Об артефактах. Я всегда их частенько показываю, да, можно покликать. Лассивера кристаллис. Лассивер приседает по фарму, когда вот так вот сидит. Да, он очень долго. Очень долго. Но ситуация динамичная и всегда можно... Любой этот, знаешь, фраг, который могут они вместе сделать, может сыграть большую роль, чем он будет минуту фармить. Всякое может быть, тем более сейчас такая ответственная стадия игры уже. И к тому же вскоре еще из Рошана ребята будут бороться. Там, кстати, бонус тайма очень много пропула. Что это? Посмотри, на боссе свернулся Эмбер Спирит. А это Инфестбомба та самая, о которой мы говорили. Я не успел туда кликнуть. Инфестбомба это герой такой, Шторм Спирит, понимаешь? Он может лететь в другой части карты на своих ботсонах и достать своего противника. Да, поэтому он сейчас будет часто сидеть в нем, а не в Слардаре. Слардар парень, конечно, хороший, но он будет в основном являться здесь дополнительной инициацией со Станом и Корозев Кейзом. Ну, это очень несправедливый герой. Ну, как по мне, в плане мобильности крайне. Я бы сделала, знаешь, какую-то определенную ограниченную дистанцию, на которую может перемещаться Шторм, независимо от количества мана, которое... Айсфорф, конечно, ему все виднее. Это да. И теперь Крашан отправляет SteamNP. Спалил МСС, естественно, Крашан на месте, получил трек. Так что теперь о его перемещении команда DC знать будет. Уверен ли, что нужен Shadow Blaze, Вардар? Уверен ли ты? С другой стороны, будет удобнее искать... Так, уже инфестбомба в миде нападения очень быстро пытается... Ох, как резолюшн! Ну и контроля хватило, он не успел скастовать Сандар. Хотя рядом был Мизери, его просветили, Мизери еще и замедлили тем самым. Ну, что он может сделать? Раскинуть треки по максимуму, да умереть с честью. Крест на него повесил, да, ЗЛМСС бежит уже со следующими целями. Ребята быстренько отступают за вышку, потеряли двух героев в чистом поле и тут выбор и вышку забрать, и Рошана забрать. Такое ощущение, как будто все блестящее макро команды DC заканчивается на том моменте, когда умирает Виттер 3. Стоит Виттер 3 где-то нафинить, где-то откинуться. Как моментально рассыпается вся команда DC, они перестают держать позицию. Что нужно было сделать? Нужно было дождаться, когда у 3-3 рестница, а уже потом показываться на карте. Почему-то DC выходит, почему-то DC показывается, дает себя зацепить. Драки в 4-5 не проводятся, тем более, против глобала. Более того, удается ТМП сделать фраг на резолюшене, на Трэрблэйде, что крайне важно, у которого и скади, и все на свете. Все очень плохо, отдали серьезные фраги DC, отдали Рошана, и полностью развязали руки Шторму, который теперь еще и с Аегисом находит. Он просто летает по карте, да, вот подобными вещами занимается. В общем, уже видим, как пик НП раскрывается, и ребята пользуются своими сильными сторонами, ну, прям по КД. Сильные стороны пика это вот эта инфестбомба со Штормом, теперь еще и с Аегисом в руках. Да и Дэдлс, да уже, у Лайфстилера тоже придает ему сил. Очень серьезный, очень сбалансированный пик УНП. Было заранее видно, что опять же по драфту DC просели. Вроде бы игру смогли перевесить свою пользу, провести ее свою пользу ближе к мидгейму и после него. Но когда речь зашла о лайтгейме, когда УИ-3-3 не успевает себе собрать линку, не собирает себе манту и умирает в каких-то случайных точках, понимая, что у Джеки Мао есть Блудстоун, есть Теркет, все начинает рушиться. Более того, у УИ-3-3, по-моему, что-то идет явно не так. Что это за Рэддинс? Это что такое? По рукам. Ну, в команде в одном из матчей видимо должен быть Рэддинс. В прошлый раз Андерлорд, здесь это Эмберспирит, но я даже не знаю. Снимают, что Рэддинс будет работать как талисман, каким-то образом спасет от глобуа или да, выдаст огромный ДПС. То есть, мне кажется, он психует. Ну, ладно. Мне кажется, в УИ-3-3 все. Посмотрим. Отправляется ТС на поиски оппонентов, все это под смоуком. Думаю, приблизительно догадываются, но точно инфы по положению соперника нет. И Мизери выходит аккуратненько, зная, что возможны центры. Тихонечку приближается к оппоненту, уже ракеты засветили некоторых героев. Хукшотом промахнулся Мунминдер, а УИ здесь. Вместе с Этерлэнви начинает атаку, плюс еще ворвался МСС грамота по двоим, и в итоге мы видим, вот это, а потом начинает их расстреливать. Уже минус 4, выбили Аегис, СВГ, не надо его отправить. Надо его в таверну отправить, как оно и произошло. Господи, что был-то? А это Resolution. Это Сандр. DC Resolution соло выигрывает Teamfight. Да, это Сандр. Не хватило контроля, хотя я... Сбросил себя Global, нажал БКБ, Сандр победил. БКБшечка 10 секунд зарешала. Видимо, ну это, с одной стороны, грамотный ход 10, что они пошли и сейчас вот подобным образом реализовали, ее явно НП не ждали. Eternal Envy тут отгрызает крипов. Притом, что в него кукшот сделал Мунминдер, ну блин, тут не остается ничего, кроме как задинается. И 32 секунды не будет Джеки Мау на карте, и тут, конечно же, сейчас даже, ну, даже и без метаморфоза ребята погрызут им бараки. Glee Fortification юзает команда НП. Жаль, что мы сразу же не можем посмотреть реплей игры. И показать свой момент. Да, этот момент заслуживает повтора, но все повторы вы можете найти на нашем YouTube-канале DotaXLTV. Ну, сказать нечего. Реализованное БКБ, и очень быстро слили контроль НП, очень быстро. Они все ворвались один момент и не смогли, хотя там БКБ было прожато, можно было бы, конечно, подрастянуть, но Resolution уже довольно толстый. Собрал себе такие статовые артефакты, что и ввода тот контроль, что имеется у НП, ну просто не спокусить. Да и БКБ внесло свои коррективы, да и жирности прибавило. В чем еще загвоздка? Помнишь местоположение Шторма, когда завязалась драка? Его здесь чекала иллюзия, Шторм находился очень далеко. Да, он влетел в замес. А при этом у Шторма есть один артефакт замечательный, это Хекс. То есть, я написал, вами, если бы Энви, был ли у него Хекс в этом замесе? Если был, то это исключительно Иовина, что замес прошел так, что их тимвайпнули. Сам понимаешь, если Хексует Траблейда, то нет, не такой проблемы. Там, да, контроля хватит, но я не увидел этого контроля в этот момент. Попросту. Там и Слордар вроде как двоих ворвался неплохо, но тут понятно, что это минус Баунтихантера. Ну все, Мизери должен завязывать все, чтобы давать Вижн, разведку, потому что все, что он дает, это дополнительные заряды Буллстоуна Этернал Энви. И снова Фесс-бомба. Снова что-то замышляют, но я бы на их месте не замышляла ничего противозаконного, потому что на топе находятся четыре персонажа. И, по-моему, этот вард не дает достаточно Вижена, на Хайгранн забирает Траблейда, смотрит, проверяет ситуацию. Вся его команда находится далеко, это стоит учитывать. Сальсер купил себе медальон, то есть будут пытаться снимать армор с Резолюшена. Но я бы на его месте брала все-таки форстат, Роуз не дотягивается до него хукшотом, Роуз убегает. Очень богатый, на самом деле, Лилишрак, посмотрим, а богатый Лилишрак, ну, Таверни, он окажется, станет не таким, чуть менее богатым. На 64 секунды отправляет его, а без него отпушивать весьма сложновато будет. Байбэка мы видим, байбэк мы видим только у трех героев на карте. Сейчас будут наступать на хайграунд. И вновь залазит Лайфстиллер, здесь мы видим, делает байбэк. Баунти Хантер отправляет сюда, здесь уже Резолюшен на хайграунде немножко уничтожает бараки, да я бы сказал, не немножко. И на Резолюшен, Резолюшен пожимает БКБшечку, хукшот туда делает Монминдер, Этернал Энви оттуда, ой, как он в Коги попал, так и все, это минус Сауи, с ним мы уже прощаемся. Остается другая тройка игроков, как в поле чудес, и Этернал Энви здесь тоже ему чуть не досталось, но досталось МСС, он был вынужден спасаться и станеть своих оппонентов, иначе никак, иначе могли еще и Шторм Спирита потерять, но тут на отходе, конечно, можно еще чуть фрагов заработать, но можно и вот так вот попасться. Этернал Энви вновь рвается сюда, дается хекс по Террор Блейду, и туда же еще контроль Террор Блейду пытается дать, а Террор Блейд, 10 секунд до Сандра остается, рядом находится Мизери, и Грейв еще должен дать Дазл, и тут сейчас будет Сандра через 4 секунды, Вик уже здесь, и тут уже нет команды, просто нет команды оппонента, вновь прывается Этернал Энви под Global Silence, Resolution дает, да, это Сандра, Этернал Энви просто в слезах уходит и пишет GG, да, вот это файт еще, вот это показатель, вот на Resolution, вырулил в одном конкретном файте, и даже в этом финальном файте можно отметить Романа как MVP, этого матча в целом, ведь это был ключевой момент, согласишь ли ты со мной? Соглашусь, конечно, в соло, он просто в соло вытащил эту игру, он собрал основные артефакты, абсолютно верные артефакты для того, чтобы проводить замесы, и проводил их потрясающим образом, но и ты понимаешь, какие были осечки у Уин Пи, в свою очередь, это Энви, который проиграл замес в своем весу, не пришел, не додал контроля в Resolution, более того, когда он врывался на защиту Барака в топе, по-моему, он тоже ошибся, нету никаких артефактов у Саксы для того, чтобы снимать себе Сайланс, этого Сайланса было бы вполне достаточно, то есть Хекс нужно было в Resolution давать, а Энви, по-моему, все на свете бросил в Саксу. Энви, Resolution прекрасно справлялся и без Грива, то есть это в конце он зарешал очень красиво, потому что Resolution половина ртов было в КД, вот, а так он справлялся в Соло и не было никакого резона давать Хекс по Дазлу. Ну, в итоге это очередная смерть, очередные фраги для Resolution, очередные бараки для Resolution, в общем, да, потрясающая игра. Начало игры сделал Мизери на Баунти Хантере, который дал возможность расформиться своим кором. В дальнейшую какой-то момент игры вы зарешали и в конце уже Resolution показал, на что он способен. Ну, мне бы хотелось также отметить игру Eternal Envy. Как ни крути, этот парень все-таки как капитан, так и в целом по игре отработал неплохо. Мы еще отметили то, каков пик был у них, действительно он был довольно-таки хорошим, мне он нравился даже больше, чем пик у команды Digital Chaos, да и то количество урона, которое он нанес, и то, в принципе, сколько всего он сделал, да, были ошибки, но все люди ошибаются, но он MVP своей команды определенно. немножко не хватило другим игрокам и NetWars'ов и немного чего еще там, моменты какие-то были определенные, но все равно, MP молодцы, они сыграли 1-1 с довольно-таки сильным коллективом, для них это весьма неплохой результат и удачный старт на американских отборах на Star Series. Действительно, они хорошую конкуренцию оказали своему оппоненту, если говорить о противостоянии именно NP против DC. Были все шансы, очень хорошо драффил Джуки Мао, но в течение игры перенервничал, где-то не доиграл, переволновался, а вот Resolution на опыте, на скеле таких ошибок не допускает. Он делает их абсолютный минимум, за счет чего, собственно, побеждает вместе со своей командой матчем. Ну что ж, мы поздравляем с победой на этой карте команда Digital Chaos, ну и с выступлением поздравлю Team NP, для них это хороший старт, как я уже отметил, и следующий матч нас с вами ждет, это матч. Казалось бы, для вас несколько команд, несколько такие команды по тегам вам не будут известны, но когда вы зайдете на этот матч, вы прекрасно поймете, с кем вы имеете дело, ибо там есть много вам известных игроков. Увидимся на следующем матче после перерыва. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов, в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОП. Ты точно знаешь, кто победит. ТОРГСКИЙ, ЧИГУ, МОТВА, КОП. Продолжение следует...